Начнем выпуск с крупной авиакатастрофы. В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было 179 человек и никто не выжил. По предварительным данным, белорусы этим рейсом не летели. Лайнер разбился вскоре после взлета из международного аэропорта имени Имама Хамени в Тегеране. Самолет принадлежал международным авиаленям Украины. Рано утром он вылетел в Киев, однако уже спустя две минуты перестал подавать сигналы. Причиной крушения Боинга, по информации местных СМИ, могли стать технические проблемы. В Министерстве дорог и городского развития Ирана говорят о возгорании двигателя. В данный момент это основная версия. На месте падения найден черный ящик. Впереди расследование. Этой же ночью Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке. Связаны ли эти события пока неизвестно, однако многие страны уже приостановили полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Свою ночную атаку иранские военные назвали началом операции возмездия за убийство американскими генерала Косема Сулеймани. Десятки ракет были выпущены по американской базе на западе Ирака. Местные телеканалы сообщают, что при обстреле погибли 80 человек. При этом в США утверждают, жертв нет. Тегеран предупредил, что на любую американскую агрессию ответят более сокрушительными ударами и потребовал от Пашингтона вывести свои военные силы. Мы следим за ситуацией в регионе, которая, напомню, обострилась 3 января. А сейчас к новостям в нашей стране. Чем год начинаем? В Нацбанке сообщили, золотовалютные резервы в стране приблизились к рекордным 9,5 миллиардам долларов. Таким образом, финансовому регулятору удалось перевыполнить план на 2 миллиарда. При том, что за прошлый год страна исполнила свои и внешние, и внутренние обязательства. Если пятиэтажка мешает, ее нужно подвинуть. Так решили в Китае. Здесь потребовалось освободить место для скоростной магистрали. Чтобы не разрушать строение, его просто сдвинули на 25 метров. Операция длилась 4 дня. При этом офисы, которые находятся в здании, свою работу не прекращали. Переезд прошел без проблем. И сравнивать с пожаром, как это бывает обычно, его не пришлось. Новая традиция в рождественские дни зародилась в Витебске прямо в больничных палатах. Поздравления со светлым праздником принимали крохи их мамы. Архиепископ Витебский-Оршанский Дмитрий пожелал семьям, в которых случилось пополнение здоровья и благополучия. Праздник в роддоме встречает около 100 женщин. Одни еще в ожидании чуда, у других долгожданное событие уже произошло. Я и сама рождественская. Вот завтра день рождения. Вот ребеночек у меня тоже рождественский. Впечатлений масса. Роддом замечательный. Здесь персонал хороший. Не ожидали, тут Рождество так началось. Вот приятно, подарки такие. Очень довольны, рады остались. Новый год хоть здесь в больнице, но начался так приятно, хорошо. Даже длинные выходные в областном роддоме. Обычные рабочие дни. Витебский на Рождество родились пять малышей, а в регионе с начала года на свет появились уже почти полторы сотни детей. А в Гомеле сезон благотворительных рождественских представлений. Настоящее волшебство увидели дети из малообеспеченных семей с особенностями развития. Юные гости на утренник пригласили больше двухсот малышей и отправились в увлекательное путешествие по сказочной стране. Вместе с Дедом Морозом и веселыми смайликами ребятам предстояло найти ключ от Нового года, который спрятали злая фея и мышиная королева. Задание было выполнено. Праздник детям вернули. Каждого ждал подарок. Каждая организация взяла себе на шефство конкретного ребенка, сходила к нему домой, спросила, чтобы конкретный ребенок хотел получить в рамках акции «Чудеса на Рождество», какой подарок на Новый год. И этот подарок, этот ребенок записал на красную рукавичку. Каждое пожелание, которое попало в наши руки, было исполнено для каждого ребенка. И мы, конечно, этим очень сильно гордимся. Мы писали письмо Деду Морозу, Рома писал. Дед Мороз все-таки исполнил этот подарок. Он заказывал огромную машинку. Он был очень доволен. Нам понравилось. Это финал областного благотворительного марафона «Чудеса на Рождество». Сбор детских подарков для нуждающихся шел в регионе весь декабрь.